МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей. О самых важных событиях Муравленко расскажем прямо сейчас. Продовольственная безопасность. Как и где выращивают овощи для северян? Медицинская помощь станет более эффективной. Городская больница получила современный аппарат для очищения крови. Деньги на отдых дадут авансам. На Ямале со следующего года начнет действовать новая мера соцподдержки многодетных семей. Продуктовый тур от тюменских производителей. На Ямале проходят сельхозярмарки. Тюменцы везут мясо, молоко, дикоросы, рыбу и овощи. Все свежайшего урожая. Наш следующий сюжет о том, как собирают и перерабатывают капусту, картофель и морковь. С песней и в яркой униформе рабочие агрофирмы Крим собирают капусту. Уже несколько лет предприятие делает крупные поставки овощей не только на юг Тюменской области, но и в северные города. Ровные ряды давно не высаживают на глазок. Помогает навигация. Даем корням воздух на капусте. На картофель это идет окучивание. То, что касается капусты, не повреждаем растения. То, что касается картофеля, не смещаем к лудни. Он повторяет движение сажалки. Бережно, аккуратно, все ровно. Смещение, повторюсь, 2 сантиметра. Качаны еще слишком хрупкие, но ждать времени нет. Потребители просят свежий урожай, потому капусту рубят вручную и укладывают в сетки. Затем десятки камазов и фур развезут овощи по фирменным точкам и в торговые сети Ямала. У нас есть филиал в Ноябрьске, который работает больше 15 лет. Это наша действующая торговая точка. Мы полностью представляем наш ассортимент, который есть. Это овощная продукция, салаты, картофель, конечно. В этом году у Поровской аграрии высадили более 3000 гектаров овощей. Учли потребности и крупных предприятий. Компания Ямал много лет закупает картофель для перепродажи. Нагрузка на фермеров увеличивается с каждым годом. Потому рядом строится новый перерабатывающий завод. Часто приходится слышать от жителей восточной части округа, это города Варенгой, Ноябрьск, приехавших из разных уголков нашей большой страны, с юга, с Дальнего Востока, что они здесь для себя открыли очень вкусные продукты, и они тюменские. Главная проблема небольших предприятий – как расширить рынок сбыта. Ведь тюменскую продукцию любят. Об этом говорят результаты северных ярмарок. А вот попасть в магазины не так просто. Для кого не секрет, что сегодня в крупные сети могут попасть только крупные производители, которые могут выполнить условия сетевиков. Небольшие производители активно двигаются по формату фирменных магазинов, так называемых магазинов у дома. И практика, наш опыт на юге говорит о том, что это схема рабочая. Я думаю, что наши средние и небольшие производители смогут в ближайшее время открывать фирменные магазины. Уборка в полную силу начнется через две недели. За годы работы фермеры научились бороться с капризами погоды. И теперь качество все меньше зависит от дождей и засухи. Ирина Бугрим, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко. Муравленковцы определяют приоритетные направления программы сотрудничества. На портале «Живем на севере» можно решить, на какое направление необходимо в первую очередь направить средства. Онлайн-голосование продлится до 8 сентября. А 9-го муравленковцы смогут расставить приоритеты программы на территориальных счетных участках. В опросе можно выбрать несколько вариантов ответа из семи предложенных. На сегодняшний день по количеству голосов лидируют такие направления трехсторонней программы, как ремонт дорог, развитие медицинских услуг и программа переселения ямальцев на юг Тюменской области. За данный опрос можно голосовать ежедневно. Самые активные пользователи портала получат пригласительные билеты на концерт, приуроченный ко дню города. Итоги опроса подведут 13 сентября и опубликуют в СМИ. Мнение ямальцев будет учтено при распределении объемов финансирования программы сотрудничества на 2019 год. Многодетные малоимущие семьи будут получать выплаты на оздоровление до поездки на отдых. Со следующего года для этой категории граждан вводится новая гарантия – получение предоплаты на оздоровление. Новая льгота будет предоставляться один раз в три года. Продолжительность предварительно оплачиваемого отдыха не должна превышать 14 дней. Предельная сумма на каждого члена семьи составит 1400 рублей в сутки, за исключением детей, не достигших трехлетнего возраста. Один из родителей через МФЦ или непосредственно в Центр социальных технологий в Салихарде подает заявление на такую номеру. С ним заключается договор, Центр социальных технологий заключает договор. Человек должен обратиться не раньше, чем за два месяца, и не позже, чем за месяц до отъезда. Он должен уже определиться, куда он поедет, сколько дней. Раньше выплатой можно было воспользоваться, предоставив документы с места отдыха. Всего в округе живут около 11 тысяч многодетных семей. Из них 271 в Муравленко. 400 из них относятся к категории малоимущих. Врачи реанимационного отделения начали работать на новом оборудовании. Городская больница получила современный, высокоэффективный аппарат для очищения крови. Один из лучших в мире. Подробности в сюжете Инны Юшиной. Германский аппарат разработан специально для проведения высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови. Мультифильтрат, говорят специалисты горбольницы, которые уже успели с ним поработать, не только очень надежен, но и очень эффективен. Позволяет проводить лечение больных, находящихся в критических состояниях. Используется он для экстракорпоральных методов очищения крови. Если с простыми словами, то есть мы забираем плохую кровь и через мембрану пропускаем ее, она очищается в этой мембране, и мы возвращаем ее пациенту. На этом оборудовании есть возможность провести около 15 процедур. Но, по словам специалистов, самая востребованная гемодиофильтрация, проще говоря, очищение крови. Процедура предназначена для пациентов реанимационного отделения и требует особых знаний и навыков у персонала. Чтобы кровь бежала, она должна быть жидкой. Поэтому мы используем здесь специальные растворы, которые разжижают дополнительно кровь у пациентов. И при больших дозировках, а там используются достаточно большие дозировки, могут возникнуть кровотечения. Это одна из побочных эффектов. Потом инвазия, это внедрение в организм человека достаточно большого катетера в сосудистое русло. Это тоже может иметь свои определенные последствия. По словам врачей, осложнения после таких процедур возникают редко. А вот эффективность очень высока. При таких заболеваниях, как сепсис, острое повреждение почек, очищение крови дает пациенту больше шансов на выздоровление и возвращение к полноценной жизни. Кстати, мультифильтрат – не единственное приобретение городской больницы. До конца года планируется закупка аппарата искусственной вентиляции легких и другого оборудования. Операционный стол в этом году будет приобретен. И аппарат ИВЛ. По мультифильтрату он в пределах около 10 миллионов рублей. Он с этого года введен в эксплуатацию благодаря нашим специалистам. Инна Юшина, Антон Иванов, Новости Муравленко. Жители города удостойны различных наград. Торжественная церемония их вручения состоялась в администрации. Муравленковцы удостойны почетных грамот и благодарственных писем губернатора Ямала. Благодарностями общественной палаты России награждены Анатолий Ефремов, Радик Минибаев и Эрнест Бавшин. Жители города также удостоены почетных грамот и благодарственных адресов администрации. В Муравленко прошли мероприятия, приуроченные ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Центральной библиотеке состоялась встреча школьников города с представителями Росгвардии. Ребятам рассказали о трагических событиях, произошедших в Беслане в сентябре 2004-го. Говорили о том, что представляет собой терроризм, какую угрозу он несет современному обществу и как не стать жертвой террора. Школьникам раздали памятки с правилами действий при угрозе террористического акта. Общественно-политическая газета «Наш город» объявляет о начале ежегодной подписной кампании. Оформить подписку на газету «Наш город» можно по двум адресам. В офисах кампании на улице Муравленко, 8А и 70 лет октября, дом 3. Оставить заявку также можно на официальном сайте Муравленко-медиа и по телефону 48 080. Также оформить подписку можно будет 9 сентября в школах города, Доме культуры Украины и Центре детского творчества. В подарок подписчики получат купоны с 10% скидкой на сувенирную продукцию Муравленко-медиа. Жители Ямала могут узнать интересные факты о своем регионе и соседних субъектах. Скачав мобильное приложение «Открой свою Тюменскую область». В нем появился новый раздел «Тюмень. Югра. Ямал», в котором собрана уникальная информация о каждом из трех регионов. Приложение представляет собой викторину, в которой собрано более 5000 вопросов. Соревноваться в знаниях можно со своими реальными друзьями, авторизировавшись через социальные сети ВКонтакте или Фейсбук. Заработанные баллы можно обменять на приятные призы. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем официальном сайте. Муравленко24.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова